Этот аппарат зоозащитники приобрели на средства спонсоров. Сегодня его стоимость на рынке около 5 миллионов тенге. Крематорий уже полностью готов к работе, однако остались еще некоторые формальности. Зоозащитники рассказывают, что острую необходимость в таких услугах кустанайцы почувствовали, когда в городе разрушили кладбище домашних животных. Похоронить кошку или собаку на своем участке нельзя. Это нарушение норм законодательства. Единственное законное захоронение сегодня в Яма Беккери. Мы говорим про то, что у нас будет именно направление индивидуальное, то есть вы вправе выбрать индивидуальный либо общий, забрать прах своего животного домой, получить присутствие рядом в момент этой процедуры. И мы говорим про то, что в первую очередь это самый лучший вариант именно законного прощания с своими животными. Этот инсенератор вообще именно в такого рода и для таких целей в Кустанайской области появился впервые. Услугами крематория сможет воспользоваться любое частное лицо. Прах домашнего любимца выдадут специальные урни. Помимо коммерческой составляющей, проект включает в себя и социальную. Часть средств от прибыли будут направлять на приобретение корма для животных приюта «Надежда плюс КСТ». Цену услуги кремации еще не установили. Вообще нужно развивать данную культуру, потому что в наше сложное время не только наблюдаем жестокости по отношению к людям, а уже, конечно, кто говорит о животных. Но нужно отметить, что девушки к нам буквально недавно обратились за консультацией. Департамент экологии всегда на связи и будет оказывать и сопровождать их по оформлению необходимой экологической документации. Когда точно заработает крематорий для животных, еще неизвестно. Кстати, в этом аппарате можно сжигать не только животных, но и медицинские и твердобытовые отходы. Волонтеры планируют сотрудничать с ветклиниками и работать с физическими лицами.